Режиссерская экспликация Режиссерская экспликация По-моему, все очевидно Вы спросите, есть ли в индустрии стандарт режиссерской экспликации? Ответ – нет Он складывается сейчас на наших глазах Мы попытаемся сегодня сформулировать требования к необходимому набору элементов Которые должны содержаться в режиссерской экспликации И приведем примерную структуру, которая, естественно, может варьироваться от проектов к проекту В рекламном бизнесе есть слово, понятие «режиссерский тритмент». Оно очень близко к режиссерской экспликации в кино и телевидении. По сути дела, и то, и другое преследует одну и ту же задачу. Показать другим, а кому мы сейчас попытаемся определить, показать другим то, что режиссер правильно понимает историю, способен ее обогатить и способен ее воплотить средствами киноязыка. От камеры до звука, музыки, монтажа и так далее. Итак, режиссерская экспликация в кино и телевидении, режиссерский тритмент в рекламе, естественно, с учетом рекламной специфики. Тут, возможно, путаница терминов. В сценарном бизнесе есть тоже понятие «тритмент». Тритмент в сценарном бизнесе — это, по сути, изложение истории, такая разработка истории с фрагментами диалога, где подробно изложены все основные события, все основные сцены предстоящего сценария. Не путать с режиссерским тритментом в рекламном бизнесе. Итак, режиссерская экспликация. Для чего она пишется, для чего она составляется? Во-первых, для продюсеров, для того, чтобы показать то, что режиссер внятно и вменяемо понимает суть истории, даже если это его собственный сценарий. На бумаге одно, в уме другое, на экране третье. Так, увы, получается практически всегда, а может быть даже не увы, в этом суть творческого процесса. Во-вторых, режиссерская экспликация пишется для финансовых органов. Это необходимый документ для подачи в Министерство культуры, для подачи в Фонд кино и, естественно, в различные европейские органы финансирования. В-третьих, режиссерская экспликация пишется для группы, для того, чтобы не просто на словах, но на бумаге и с помощью референсов, про референсы мы еще поговорим, с помощью картинок и ссылок, показать своей группе, своей творческой группе, своему коллективу, то, как ты предполагаешь реализовывать эту историю. И самое важное, экспликация пишется для самого себя, потому что это способ сформулировать и сформатировать свое собственное сознание. Потому что, повторю, даже если ты сам пишешь сценарий собственный, даже если ты сам автор сценария, не говоришь о том случае, когда ты берешь материал чужой, сторонний или это продюсерский проект, на бумаге одно в уме другое, на экране будет третье. И вот промежуточный шаг между тем, что у тебя на уме, и тем, что у тебя будет на экране, это режиссерская экспликация. Режиссерская экспликация должна отвечать на четыре принципиальных вопроса. Что? Зачем? Как? И почему так? Это очень важно. Одна из основных ошибок молодых и не только кинематографистов, это то, что первый вопрос «что?» и второй вопрос «зачем?» просто игнорируется. Расписываются просто ответы на вопрос «как?». Как мы будем снимать? Красиво будем снимать? Мы будем использовать такую технику, сякую технику, такая у нас будет цветовая гамма. А что мы будем снимать? И почему так? Эти вопросы остаются без ответа. А это очень важно. Дело в том, что мы рассказчики историй. Мы воплощаем на экране с помощью всех отведенных нам средств киноязыка, а они очень обширные, мы воплощаем на экране истории. И выбор наших средств всегда должен идти от самого первого звена, от истории. На вопрос «что?» отвечает самый первый и самый элементарный элемент режиссерской экспликации, который, как ни странно, очень часто многие игнорируют. Он называется «титульный лист» или «шапка». Там обязательно должно быть название проекта, там очень желательно иметь жанр, а это одна из самых проклятых задач российского кинобизнеса. Дело в том, что мы как-то все сформатированы таким немного внежанровым пространством, даже те, кто вырос уже на фильмах Тарантино. Мы плохо ориентируемся в жанрах. Мы не можем иногда отличить триллер от хоррора, мы иногда не можем отличить драму от мелодрамы и так далее. Вот сформулировать жанр — это уже очень важный шаг к тому, чтобы внятно сформулировать свою задачу и снять внятную кинокартину. На титульном листе очень желательно иметь ориентировочный хронометраж. Очень часто мы себя обманываем. Мы думаем, что будем снимать фильм на 20 минут, в результате получаем фильм на 40 минут, или думаем, что будем снимать полнометражный фильм, а выходит он короткометражным и так далее. Хронометраж на титульном листе в «шапке» должен быть обязательно. Название фильма, жанр — хронометраж, и, конечно же, слово «режиссерская экспликация» и ваше авторство. Очень часто выносится также имя автора сценария и имя продюсера. Итак, первый и важный элемент режиссерской экспликации — это титульный лист «шапка». Я также очень рекомендую на титульном листе иметь какое-нибудь ключевое изображение. Даже если вы еще не приступили к съемкам, вы можете найти в интернете, вы можете сами снять, сфотографировать, вы можете нарисовать, вы можете придумать, то изображение, которое вы хотели бы, чтобы осталось в памяти у продюсеров или у вашей группы, привязанное к вашему фильму. Это важная штука, потому что слова — это одно, а изображение — это другое. Это может быть референс, это может быть, повторю, какой-то символ, образ. Та вещь, которая вам хотелось бы, чтобы она была связана в памяти людей с вашим предстоящим кинопроектом. Например, когда я в 2001 году печенговал проект «Коктебель» в европейском кинофоруме, я использовал картинку «Мальчики с планером». Она была связана с нашей историей, она хорошо врезалась в память, потому что она была такая, в общем, советская графика, европейские продюсеры хорошо это запоминали. Потом это же изображение я использовал в своих визитных карточках. Поэтому на титульном листе я очень рекомендую иметь какое-нибудь ключевое изображение, которое будет задавать, ну, не то что ваше видение истории, но которое будет ассоциироваться в памяти тех, кому вы печенгуете или кому вы презентуете свою экспликацию, она будет ассоциироваться с вашим проектом. Тут уместно поговорить о том, в каких форматах существует режиссерская экспликация. Еще совсем недавно она подавалась в виде просто голого текста, где режиссер в силу отведенных ему лингвистических способностей расписывал то, как он собирается это снимать. Слова, 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 но это уже осталось в далеком прошлом. Сейчас, так же, как и режиссерский тритмент в рекламе, режиссерскую экспликацию в кино и телевидении принято оформлять графически, не только словами, но и с помощью картинок, с помощью референсов. И тут очень важно соблюсти баланс. Так же, как мы говорили про титульный лист про шапку, что там желательно иметь ключевое изображение, дальше все пункты режиссерской экспликации, которые мы будем обсуждать, желательно сопровождать изображениями. Иногда у вас могут быть текстовые страницы, слайды, а дальше может идти набор картинок, референсов. Иногда это может быть текст, совмещенный с картинками. Иногда это может быть текст на фоне картинок. Дайте волю своей фантазии, но при этом поймите, что слишком много красивых картинок вводят людей в замешательство. Слишком много текста людей утомляет. Важно правильно найти баланс между тем, сколько у вас будет текста вашей режиссерской экспликации, где ваши пояснения, и сколько там будет красивых картинок, референсов. Также нужно понять, что все уже опытные продюсеры, отборщики, редакторы привыкли к тому, что питчи, экспликации оформляются с большим количеством картинок из фотостоков. Мы понимаем, что то, насколько глянцево они выглядят, скорее всего, вы не снимете. Поэтому старайтесь в своих референсах, старайтесь в своих картинках все-таки приближаться к тому, ну, вам еще, наверное, сложно будет понять, что у вас получится в самом финальном результате, но старайтесь не сильно витать в облаках, старайтесь все-таки стоять на земле и понимать, что как Кристофер Дойл, скорее всего, вы не снимете. Старайтесь искать все-таки картинки, референсы, те, которые будут близки к тому, как в конечном результате будет выглядеть ваш фильм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова